Если вы хоть раз выращивали голубику, то знаете, что она неприхотлива и не требует много внимания, но даже по осени нужно следить за кустом и проводить ряд мероприятий для хорошего урожая. Прежде всего, осенью куст нужно правильно поливать и подкармливать. Проверьте влажность почвы и умеренно ее поливайте. Если погода плохая и постоянно идут дожди, то отмените полив, чтобы не заливать корни. А если на улице засуха, то нужно ежедневно поливать голубику по ведру воды на куст. На первый год после высадки куста удобрения не добавляют, но затем по осени обязательно вносится калиевая селитра или сульфат калия. Удобрения в сухом виде добавляют в почву и перекапывают грунт. Азотосодержащие удобрения осенью лучше не вносить, иначе нарастающая зеленая масса в зиму просто померзнет. Голубика не переваривает органику, поэтому вносим только минеральные комплексы. Также не стоит использовать удобрения с нитратами в составе, они будут токсичными для голубики. В первые несколько лет обрезать куст не надо, кроме поддержания чистоты растений. Но затем нужно каждый год по осени убирать порченные и больные ветки, и даже здоровые частично обрезать, чтобы добиться хорошего урожая на следующий год. Если этого не делать, то куст превратится в заросли, недополучит полезных веществ и солнца, и урожай будет очень скудным. В октябре надо будет срезать густые ветки голубики и обработать растения садовым варом или покупными средствами. Это поможет избежать заражения на срезанных участках и спасет от вредителей и насекомых. Процедуру обрезки нужно завершить до конца октября, иначе куст в зиму замерзнет. Как вы видите, ничего сложного в уходе за голубикой нет, но соблюдая эти элементарные правила, вы соберете очень вкусную крупную голубику на следующий сезон.